Новое видео выходит каждый день в 20.00 Вы знаете, мне достаточно часто, то есть почти никогда, задают такой вопрос А какой сервер в GTA Samp ты ненавидишь больше всего? И казалось бы, этот вопрос, он, ну, достаточно простой для практически любого человека Начиная от какого-то ДЦП по Таудодика с Тромромрук Заканчивая кандидатом философских наук имени Убера Маргинала Из школы имени Антона Логвинова типа Но почему-то многие люди отвечают на этот вопрос неправильно Говорят, мол, Arizona Roleplay, Advance Roleplay или Diamond Roleplay Однако, самый вот мой ненавидимый сервер это Evolve Roleplay Я ненавижу всё в данном сервере Начиная от названия и заканчивая теми, кто этот самый сервер создал Кому пришла такая идея в голову Спиздить абсолютно чужой мод Выдать его за свой и зарабатывать Сейчас на этом деньги у меня до сих пор в голове это не укладывается И в целом я не могу это понять Вот, то есть, мне абсолютно непонятно Ладно мне похуй, там, снимай на Advance, снимай на Diamond 10 Если тебе нравится политика этих серверов, там хоть мод уникальный, снимай на Аризоне Мне без разницы, где ты снимаешь Если только ты не снимаешь на каком-нибудь пизженом типа сервере Ну, ну какой, блять, в этом смысл я просто не понимаю И в данном видеоролике я бы хотел рассказать вам То, почему вот я ненавижу Evolve Roleplay, когда казалось бы, что он сделал невозможное Он взял мод с АМПРП, логично его переосмыслил Или можно даже сказать, доработал в каких-то моментах И выдал его за свой, и ведь там большой онлайн, и там всё охуительно Однако, нет Сервер Evolve Roleplay это один из самых хуёвейших серверов в мире И если бы мне предложили, я не знаю, там, отсосать бомжу Или зайти на Evolve Roleplay, вот чисто зарегистрировать аккаунт Я бы, наверное, отсосал бомжу, блять Потому что, ну, в самом деле, я не знаю, блять, кто может играть на данном проекте Разве что люди, которые не уважают себя И которым вообще похуй, там, я не знаю, на своих родителей Потому что, вот, вы мне как вот это объясните, ютубер Эвойве Вот я помню, как-то вот, зашёл на Эвойве, и у меня умерла мать То есть, я не, что это такое, что это за дизэффект такой Или я не понимаю, что Это ладно, это ладно, мне похуй Я, вот, во время регистрации вёл промокод хэштег Павлов и обосрался То есть, вот это, как понимать вообще, я просто, я не понимаю Это какой, это полнейший, то есть, дисбаланс У меня в голове ни у какого хуя, блять То есть, этот сервер рекламит, говорит, что он лучше сам ПРП Но тут вот такая хуйня происходит То есть, что это такое То есть, без разницы, зашёл там друг с твоего компьютера Или что, если ты зашёл на Эвойве Роли Плей То всё, у тебя умерла мать А если ты ещё и ввёл вот какой-то из промокодов, которые там есть То ты вообще обосрался Я не понимаю, как можно играть на данном проекте Однако, теперь давайте посерьёзнее Вообще, вы знаете, то есть Я считаю, что авторских прав нету Однако, есть такая вещь, как интеллектуальная собственность У человека Когда человек придумал вот какую-то вещь Какую-то вот свою уникальную фишку А её спиздил какой-то другой человек И сказал, типа, хм, ну тот чел делает эту фишку как-то, ну не так То есть, раньше он делал её нормально В году это, к 2012 или 2013 Вот тогда была атмосфера А сейчас, в 2019 году, он эту самую фишку делает неправильно И мы, мы сделаем эту самую фишку правильно Вот примерно такая политика То есть, это вообще нам, ну, блять Я просто не... То есть, скачать мод, блять Скачать мод Поставить его на хостинг Ума нахуй не надо И просто исправить ошибки, которые там были Абсолютно, блять, не надо ума Однако, это феномен Блять, это лучший стартап Там, я не знаю, 2017 В каком году запущено это говно 2016 год Я просто, я действительно не помню То есть, ну, блять Вообще, вся политика Evolver Uliplay построена на полнейшем обмане Вначале нам говорили, что Evolver Uliplay Это будет сервер с бонусом Который восстановит атмосферу сам ПрП При помощи этого самого бонуса И бонус это не типа, там, x2, x3 и так далее Реально бонус 99, там, я не знаю 5000 донатов И вот тогда вот это вот всё Однако, от этой идеи они отказались буквально После, там, я не знаю, первого, там, вот Альфа-бета-тестирования И сервер, то есть, уже Позиционировал себя как просто сервер без бонуса Восстанавливающий атмосферу сам ПрП Они уже в этом наебали Однако, мы заходим на сервер И понимаем, что Ну, ну, какая, блять, восстановление атмосферы Что вы тут нахуй восстанавливаете Это, блять, я не понимаю Блять, охуительно Восстанавливать атмосферу сам ПрП Не на сам ПрП, блять Это, это охуенно То есть, они тут наебали уже Потом, ебучий пиар-менеджер Стал закупать ебаных гетто-ютуберов И я, я просто, блять Чем мотивировано-то нахуй это Господи, восстановить атмосферу сам ПрП Вот эту вот РП атмосферу Мирную, дружелюбную Когда ты приходил там с тобой Вот эти вот бомжики Таскающие кустики И они с тобой так мило Общали вот эти вот первые кусты на ферме Вот эти вот первые перенесённые мешки Вот это женское тепло А ежи Ой, извиняюсь, не туда зашёл И вот всё Все вот эти вот ощущения А тут, блять Ты заходишь на сей Тут Хи-хи-хи-хи Пи-пи-пи-пи-пи Хи-хи-хи Пи-пи-пи-пи-пи КОНЕЦ Что это нахуй такое? Вот этот вот, блядь, тофиг дипсайз, вот это как оно, блядь, все ютуберы, сука. Это, блядь, просто какой-то полнейший пиздец. Я не понимаю, единственное только, блядь, Леонид Литвиненко, наверное, более-менее какой-то нормальный, адекватный человек. Все остальные какие-то ебаные дауны, блядь, я просто не понимаю. Вы их нахуй где собирали-то этих дебилов? Я просто не понимаю, сука, цель восстановить, блядь, атмосферу, вот, нахуй, эволверу, ой, сам про или плей. А тут такая хуйня, чё вы нахуй восстанавливаете, я не понимаю. И да, сейчас есть третий сервер, но он полная хуйня, это полное говно. Потому что мне уже похуй, чего там восстанавливать. Если даже сервер, вот, я не играл на этом сервере, я не хочу заходить на эволверу или плей, блядь, потому что, ну, это, блядь, себя не уважать. Снимать на этом проекте, это просто пиздец. Блядь, мне похуй. То есть, я опять же говорю, рекламируйте всё, что хотите, если вам это, но не рекламируйте, блядь, эволвер. То есть, ну, это полнейший наёб. То есть, на чужой интеллектуальной собственности люди, блядь, делают деньги, наёбывают. То есть, получается, детей платят вам деньги с людей, которых они, по сути, наебали. Как вы спите по ночам, ебаные, уёбки, ублюдки, блядь. Я не пони... Как, блядь? Ну, как такое просто возможно-то, я нахуй не понимаю. Эй, полнейший пиздец. То есть, ну, это настолько... Блядь. То есть, ну, я просто, блядь, не пони... Какой же уёбок Максим Кудрявцев. То есть, вы знаете, я обычно смотрю на каких-то разработчиков, создателей, основателей GTA Сампсерверов. Казалось бы, Андрея Ринга. Он мне абсолютно не симпатизирует. Ну, ладно, похуй. То есть, неплохой, казалось бы, человек, с какой... Смотря с какой стороны, опять же, смотреть. Потом, какие там есть Тони Баррер, ну, более-менее. Я его вообще не видел, как он выглядел. Но по политике ведения проекта, ну, более-менее, хоть что-то, блядь. Тут Максим Кудрявцев просто, блядь, Сергей Мавроди, нахуй, 21 века. Хотя, Мавроди же жил в 21 веке. Неважно, блядь, блядь. Сергей Мавроди, блядь, 2016 года-2019. 2019-й по наши дни, блядь. То есть, ну, я, блядь, нахуй не знаю. То есть, ну, что это такое? Плюс, то есть, плюс, они еще и наебали Андрюху Киевского. Из-за этого я с ним чуть не поссорился, благо помирился. То есть, чтобы вы понимали. Многие не понимают вообще, почему я извинялся перед Андрюхой Киевским. Потому что в том ролике я толком ничего не объяснил. Все дело в том, что Андрюху Киевского на вот то время, вот, когда именно открывался Вольф, его задолбал сам ПрП с их уровнем похуизма на абсолютно все дела. И тут Андрюху Киевский увидел, что вот, есть такие вот амбициозные планы вернуть атмосферу вот этого вот 2013 года. Ух ты, неужели я так давно этого ждал? Он зашел на сервер и с каждым днем он все больше и больше замечал, что вот этот вот план вернуть атмосферу сам ПрП 2013 года, он уходит все больше и больше назад. И от этого, то есть, становится грустно. И Андрюху Киевский, я думаю, без проблем бы мог даже сейчас получить вот эти вот деньги с Эвольви. Однако, уважение Андрюху Киевскому. Он ушел. Он не стал терпеть всю эту хуйню. Красава, Андрюха. То есть, ну, прям, ну, такое уважение у меня к данному человеку проснулось. Я опять же хочу извиниться перед ним за то, что сказал в самом обзоре на Максима Кудрявцева. Я его косвенно упомянул, не разобравшись абсолютно в ситуации. Опять же, хотел бы извиниться перед Андрюхой. Андрюх поступил полностью правильно, по совести. И я, в самом деле, это уважаю. Разумеется, он не извинился перед людьми. Однако, ну, хотя бы то, что он признал вот это вот, всю вот эту вот хуйню. То есть, ему хватило смелости уйти, хоть и там платили деньги. Но, блядь, красава. Не каждый вообще. Ну, блядь, один, наверное, 100 тысяч человек. Вот такой GTA-самп-ютубер, который вот просто ему не по... Его наебали. Он понял, что его наебали, что там не восстанавливается атмосфера сам ПрП, и он оттуда уходит. Красава. Этого, вот именно этого не хватает. И вот, я когда это понял, я ослабил, насколько я был ебланом по отношению к Андрюхе Кевскому. Я сейчас извиняюсь, поп-фильтр немного задел. Я понял, насколько я был ебланом по отношению к Андрюхе Кевскому. И я понял, что я должен просто извиниться за это. И то есть, эволювер. Вот я понял, что эволюверу липлей еще более гнилось. Они наебывают не только своих игроков, еще и ютуберов, которые поверили им, что да, мы воскресим эту вот атмосферу сам ПрП 2013 года. Но нихуя они не воскресили. Какого хуя, мне абсолютно непонятно. В общем, ладно. Всем спасибо за просмотр данного видеоролика. Всем пока. Не играйте на эволювер, если у вас жива мать. Всем спасибо. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok